всем привет это канал без прописки катя и кости и у нас сегодня будет не просто обзор отеля у нас будет обзор целого комплекса потому что то что мы сейчас вам покажем как правило операторы не предлагают это то место куда люди добираются и приезжают самостоятельно зона очень закрытой и я бы назвал это какой-то индивидуальный отель я не чанга далеко не типичный он во-первых находится на острове во вторых у него нет соседей и в третьих он полностью автономный если вы здесь приезжайте на отдых на этот комплекс то скучно вам не будет по поводу цен ребят очень часто вы пишите комментарии почему мы не пишем цены актуальные потому что они меняются регулярно все зависит от сезона от месяца от периода когда вы планируете приезжать и на какой период вы планируете приезжать если вы хотите посмотреть актуальную цену вы заходите в приложение а года вводите название период времени приблизительный и вам выводит актуальную цену ну что ж давайте начнем друзья а я напоминаю о том что для всех наших подписчиков в нашем ресторане маринелли действует приятный бонус в виде десерта а достаточно об этом сказать официанту что вы подписчик канала ссылку на наш ресторан мы оставим в описании так сейчас у нас первая комната который нам показывают номер комнаты 2208 так ну что ж мы внутри сразу короче какие отель таки комната имеет необычное строение больше похоже наверное на апартный мне почему-то кажется потому что такое чуть-чуть не стандартно обычно как мы заходим слева ванна кровать по центру и какой-то зал типа а здесь все так зонировано есть кухня есть столик где можно покушать есть журнальный столик есть телевизор вообще я так понимаю это какая-то студия больше похоже на квартирный вариант и здесь наверное очень удобно будет семьей там из трех из четырех человек потому что вот за моей спиной в этом одном номере сразу две комнаты посмотрите это очень удобно мне кажется здесь спальня допустим для взрослых что у нас тут есть кровать телевизор с видом или чарский башни нет не совсем видом но тем не менее здесь у нас есть шкаф шкаф ну халатики такие симпатичные телевизор то есть это отдельная комната для двоих человек я думаю с головой в эту комнату я думаю она зеркальная ну да практически только наверное это больше подходит для взрослых потому что во первых больше шкаф я вижу и такой журнальный столик довольно таки стандартно но мне очень нравится что две комнаты и еще плюс есть зона для отдыха что-то вроде ну больше похоже на студию стены не фанера и кирпич шкаф намного больше кстати чем в той комнате ну короче это комната для взрослых я понял это для детей либо для ребенка балкона здесь нет как мне показался ну сейчас я посмотрю балкона здесь нет но есть окно смотреть для такого еще не балкончик сразу хочу сказать что в этом отеле самый огромный плюс который я сейчас буду везде наблюдать это тишина только бассейн горы ни одной дороги нет потому что мы на острове это вообще очень круто и для нячанга это большая редкость кроме отелей которые закрытыми территории но это туда в камрале здесь все включено и так далее здесь в городе такого нет первый раз встречали что в отеле есть блокировка от детей чтобы они случайно не открыли дверь то есть вот так вот поставили ребенок не может открыть маленький не подвинет саму всю раму прикольно так сейчас пойдем посмотрим уборную кстати забыл сказать в каждой комнате в каждой зоне есть свой кондиционер так ну ванна тоже квартирного плана все очень стандартно водичка телефончик почему нет и все возможные принадлежности которые здесь тоже есть все очень странно ну что комната ванная да и комната ванная ребят пару раз уже встретили комментарии по поводу розеток часто спрашивают какие розетки во видами показывают они везде одинаковые вот именно такие то есть для нас они подходят хочется сделать вывод сразу по комнате потому что ну никогда вверх такого не делала здесь прям хочется это комната которая предназначена для семьи городском варианте то есть по сути это реально квартира очень удобно для детей потому что родители рядом и все в одной локации плюс мне понравилось очень зонирование есть обиденная зона есть зона где можно позалипать в телевизоре и кстати я обратил внимание отдельный вайфай роутер стоит в каждой комнате это тоже круто а теперь давайте посмотрим следующую комнату комната которую мы сейчас посмотрим она выше категории чем смотрел костя и номер ее 2209 что ж как только я открыла дверь я уже восхитилась тем что я увидела потому что ранее такого еще не встречала сразу нас встречает огромная комната прямо можно сказать это зал с кухонкой небольшой но здесь нет плиты это так чисто формальность я понимаю здесь чайничек холодильник для сохранения продуктов здесь диван с плазмой напитки если чай кофе водичка это все бесплатно разумеется здесь уже большой обеденный стол хотя очень странно плиты нет а стол очки с но возможно можно попросить чтобы поставили плиту электрическую стол очень классный и что мне безумно нравится это огромное большое зеркало но я уже делаю обзор с точки зрения девушки визуально очень сразу расширяет комнату она становится еще больше визуально и для девушек конечно перед выходом очень классно посмотреться в зеркало увидеть себя как говорится комната действительно классно кстати есть весы не везде не встречается пойдемте посмотрим сами комнаты и первая комната точнее первая спальня которую мы посмотрим здесь также двухкомнатные номера тоже спальня большая невероятно просторная это очень круто ребята честно это полноценная комната кстати еще с ванной комнатой двухспальная кровать она огромная не даже не стандартный двухспальный а именно два с половиной метра я так подозреваю но где-то плюс минус косметический столик все принадлежности для комфортного проживания плазма кондиционер очень классно опять же украсили я так подозреваю что для нас в этой комнате балкона нет но есть панорамные окна которые выходят на реку и что немаловажно тишина кость об этом уже говорил в целом отель находится в том месте где нет дорог и тихо и здесь прям идеальное место чтобы поспать и и пойдемте посмотрим ванную комнату так что аж по ванной комнате тоже место достаточно здесь есть все принадлежности как и во всех отелях а вот какой-то мешочек тут непонятно все понятно это туалетная бумага все принадлежности опять же зеркало здесь и шкафчик куда можно сложить свои нужные вещи необходимые сама ванна здесь уже идет не душевая кабина что тоже очень классно можно расслабиться окна здесь есть ванная светлая чистая и довольно таки просторная и теперь пройдем уже в глубь и номера посмотрим что у нас здесь есть здесь уже ванная комната с душевой кабиной это я так понимаю гостевая либо детская тоже все самое необходимое есть опять же шкафчик просторная душевая кабина набор полотенечек ну ничего особенного классический вариант и сразу за второй ванной комнаты идет еще одна спальня я так понимаю это уже более как детский вариант для детей либо родители если вы там приехали все вместе она не большая совсем шкаф хороший чистенький с халатиками шелковыми хочу обратить внимание и кровать кровать чуть меньше чем мы посмотрели в предыдущем номере но достаточно места для двоих опять же кондиционер в каждой комнате стоит кондиционер и плазма что очень круто но в этой комнате есть балкон где вы сможете выйти покурить например для курящих да попить вина в конце концов и потрясающий вид опять же открывается пришла и моя очередь делать обзор погоды в марте у нас погода в этот раз просто шикарная и нет волны нет дождей есть небольшие облака который идеально подходит для загара а что касается волны то у нас совсем маленькая маленькая но сама погода говорит сама за себя на этих кадрах я думаю это просто потрясающе но сейчас пойдем посмотрим следующий номер номер кстати 3220 так ну я так понял здесь уже основное отличие идет по количествам комнат здесь сразу три раз два три причем вода из них очень большая я думаю лучше с нее прямо начать холодильник уже больше чем у всех остальных и и вообще я так понял что этот номер уже не знаю ну четыре человека взрослых точно а то наверное даже и 5-6 потому что ну она очень объемная площадь такая и все опять же зонировано в этой комнате есть кровать и зона для отдыха и есть уборная вместе с ванной кстати нет душевых кабинок я не знаю как кайте в коме номере но те которые я смотрел нет вообще душевых кабинок везде есть ванна это показывает что здесь очень высокий уровень гостиницы потому что они не экономят на воде так ванная комната ну наверное больше чем всех остальных то что мы смотрели ну просто больше так все то же самое по сути что касается кровати стандартного размера плюс шкаф шкаф большой шкаф сейф ну все как обычно пойдем в следующую комнату посмотрим хочу отметить вот эту зону где все могут собраться отдохнуть очень удобно и очень большая территория на самом деле можно тут собраться прям четверо уборная для этих комнат я так предполагаю не гораздо меньше чем-то находится с этой стороны все стандартно только единственное место ванной стоит душ очень большие полки и очень большие зеркала кстати во всех номерах я заметил здесь такая тенденция очень много внимания уделили именно зеркалам в каждой комнате и иногда по две штуки иногда одно зеркало но обязательно оно имеется что касается этой зоны это больше наверное детский вариант потому что небольшая о кстати ребята балкон есть смотри балкон у нас выходит на гору и на виллу средний тире большой балкон я бы так и расценивал и он рассчитан только для этой комнаты ну здесь в принципе все стандартно шкаф, кровать, телевизор отдельный кондиционер эта комната зеркальная все то же самое что и по соседству никакого отличия не вижу а есть одно отличие нет балкона там есть балкон смотрите а здесь нет я думаю это связано с внешним видом гостиницы чтобы не нарушать какой-то вот этот дизайнерский момент они сделали таким образом это чтобы архитектурно здание смотрелось очень-очень красиво потому что здесь уделили этому вопросу внимание как все территории в принципе комплекса мне нравится это вот эта комната кто приезжает компанией либо родственниками у кого большая семья мне кажется идеально это что-то типа выясняли квартиру в комплексе где есть бассейн, сауна и вам вообще не хочется выезжать там в город и так далее это удобно сейчас мы находимся в ресторане который расположился сразу за ресепшеном что могу сказать взгляд сразу бросается на вид потрясающий просто на горы, на пальмы, на реку на город отчасти сам по себе ресторан тоже очень классный мне безумно нравится мебель белая натерта идеально что не похоже для вьетнамцев на столах зеркальные столы даже пятнышки ни одного нет красивая сервировка стол сам по себе большой казалось бы можно четвером сесть но нет сервировка всего лишь на два человека есть детские стульчики сам по себе ресторан вмещает я думаю около 150 человек и в основном столы идут на террасе что очень классно что касается завтрака здесь также все зависит от того как вы бронировали здесь номера есть номера которые включены уже в завтрак это тоже на букинге на годе можно посмотреть у вас там будет написано завтрак включен если же нет можно прийти сюда в любое время суток он работает с утра до вечера если не ошибаюсь и заказать уже по меню и вам предоставят как и завтрак так и обед, так и ужин также рядом с рестораном есть детская комната что тоже очень хотелось бы отметить бассейн с шариками где детишкам всегда будет интересно одна горка, качели, кондиционер все ярко, ковролин положен ну не ковролин, а такие специальные коврики для детишек полочки, чтобы обувь оставить ну все, что самое нужное для ребенка для его развлечения тоже есть сейчас мы покажем виллу которая находится за нашей спиной ее номер будет 18 пошли это просто бомба мы часто приезжали на эту территорию просто отдохнуть поплавать в бассейне и давно засматривались на виллах и было очень интересно что же внутри как они себя представляют была даже мысль помнишь день рождения тут отметить теперь я думаю зря что меня отметили но это в будущем обязательно можно этим воспользоваться так, ребята, смотрите сразу говорим здесь все виллы двухэтажные есть два вида те, которые имеют три спальни и те, которые имеют пять спален эту виллу нам показывают та, которая имеет три спальни я начну с первого этажа здесь сразу находится кухня гостиная диванчик с плазмой где вы можете отдохнуть кто-то захотел, пожалуйста, покушал рассчитано на большое количество людей сколько? восемь стульчиков вот, наверное, на восемь человек эта вилла и рассчитана есть электрическая плита пожалуйста, готовьте себе особенно здоровье хороший холодильник что самое интересное это бассейн который выходит сразу с этой комнатой я хочу обратить на это внимание потому что такого я действительно еще нигде не видела ты открываешь балкончик утром поплавал он, правда, не глубокий но этого достаточно выпил кофейку что еще нужно? позже ну, просто и вид открывается на горы тишина красота птички поют вокруг ну, изумительно и пойдемте посмотрим есть ли тут ванные комнаты на первом этаже и спальня наверное же есть из основной комнаты сразу есть переход к спальню у спальни есть своя ванная комната с душевой кабиной не буду заходить уже показывать она абсолютно идентична как мы посмотрели в номерах очень необычно знаете, мне может отчасти напоминает балийский стиль потому что дерево все так культурненько кровать на поддоне вот таком хороший мягкий матрас кровать сама по себе большая прям вместительная три человека спокойно может спать уютная тоже отличный вид на дорогу но опять же здесь мало кто ездит поэтому шум машин транспорта в целом мешать не будет бассейн буквально в двух шагах большой здесь есть сейф тапочки уверенный халатик плазма ну все самое необходимое для хорошего сна и отдыха здесь присутствует и еще одна комната рядом с которой мы посмотрели спальня посмотрим что здесь есть непонятно запретая дверь а здесь также ванная комната с душевой кабиной same same как думала а здесь уже гараж для тех кто арендовал виллу например на длительный период времени машину поставить либо байк все охраняемое будет закрывается дверью можно не переживать что кто-то украдет ну а мы тем временем будем подниматься уже на второй этаж и первое что нас тут встречает это опять же зона какого-то отдыха здесь можно посидеть позалипать в карты в телефон и я так предполагаю здесь будет две комнаты потому что если три одна на первом этаже это у нас второй этаж здесь должно быть две комнаты сама комната очень объемная рассчитана для того чтобы здесь долго проживать потому что огромный шкаф для большого количества вещей есть огромная ванна терраса короче комната для релакса для закрытой такой тусовки можно так сказать что касается ванны она огромная ну как и все в этом номере наверное комнаты зал все большое с видом на реку на террасу вот эта штука я не знаю как можно посетить вещь оставили для чего-то она наверное существует душ отельная уборная ну вроде как стандартно а вроде как чуть-чуть не стандартно балкон идет от этой зоны вдоль всего помещения снизу у нас бассейн где кухня здесь с видом на реку на рыбацкие какие-то всякие кораблики на гору северную и здесь еще и ко всему огромная терраса то есть здесь можно еще какую-то мини-вечеринку устроить ну реально здоровая территория вот сейчас заходим во вторую комнату которая тоже на этом этаже и ну что я могу сказать она одинаковая не будем наверное зацикливаться да она реально абсолютно одинаковая зеркальная ничем не отличается от той комнаты единственное что вид поменялся там на гору с рекой здесь на бассейн с пальмами и на сам комплекс вот и все отличия собственно прям возле бассейна есть еще отдельная зона для того чтобы можно было поиграть в гольф там лунка есть можно взять клюшку я так понимаю дальше идет футбол мини-футбол тоже можно поиграть за моей спиной волейбольное поле находится и чуть дальше я смотрю достраивают площадку как мне объяснил персонал это для кинотеатра то есть кинотеатр под открытым небом я предполагаю поставить экран пуфики и вот эта вот лаунж зона такая будет вечером позалипать прикольно в этой зоне есть такие вещи которые они показывают как традиционный шелк делается сумочки вот бабушка слева от меня что-то вяжет вот как раз я думаю что здесь продаются то они и вяжут плюс какая-то сувенирка я так понимаю это чамские такие штуки из глины делаются очень тяжелая но необычная чамские башни само собой разумеется всякие божества я так предполагаю это можно купить за дополнительный слад вот это вот это наверное что-то связано с богиней благодородия я так предполагаю но очень похоже на этот знак территория делится на три зоны первая зона с которой мы зашли это зона где шьется что-то там шапки сумочки сланцы ну в общем всякая такая национальная штука за моей спиной находится место где шелковые картины изготовляются кстати там прикольные фотографии можно сделать и справа от меня что меня очень удивило это то что вот эти вот глиняные штуки которые показывают они тоже здесь делают то есть сидят женщины вылепливают что-то из глины и потом это все обжигается в печи меня если честно это очень удивило потому что это делается на территории гостиницы они просто они там купили какую-то сувенирку и начали здесь продавать они ее сами делают прикольно более того они не то что делают вы сами можете ее сделать нам показали вот эту полочку это сделали гости отеля вам дают глину вы сами ее вылепливайте здесь нет никакой машины никакой автоматизации все ручная работа и потом они берут вашу работу и отправляют в печь вот она тут рядышком стоит затем вы сами себе из глины делает ее такую вот такую штуку мне кстати объяснили только что глина отличается от северного Вьетнама и южного Вьетнама та имеет более белый оттенок а эта имеет такой коричневый оттенок что очень легко узнать по чамским башням по чамскому вообще вот этим вот штукам это только на юге в центральном Вьетнаме что ж сейчас мы уже находимся на территории бассейна который расположился прямо перед ресепшеном бассейн довольно большой есть детский бассейн по размерам он поменьше чем основной и по глубине тоже но вот как раз таки для детишек самое то там можно кстати поиграть в баскетбол здесь уже поглубже бассейн и ступенечки с бассейна сразу в сауну то есть вы после парилки вышли быстро душ приняли и сразу окунулись в прохладный бассейн лежаков достаточно всем то есть сейчас как мы видим народу немного поэтому даже очень много свободных спускаемся по ступенькам и здесь у нас уже хамам есть с полезными травами для тех кто болеет например можно посидеть подышать но имейте ввиду что иногда ее нагревают очень сильно и уже сама сауна деревянная качество здесь хорошее мы неоднократно здесь были очень стоящее место и две раздевалки женская и мужская вместе с уборными можно переодеться душ принять после сауны вышли душ приняли и сразу прыгаем в бассейн прямо возле бассейна есть под крышей спортивная такая зона комплекс очень много всяких тренажеров вело для кардио всевозможные силовые установки ну то есть тут кто занимается тот разберется здесь это точно даже и тот кто не занимается тоже разберется параллельно напротив меня стоит еще настольный футбол где можно поиграть посоревноваться и два стола бильярд причем один из этих бильярдов как раз таки вьетнамский он без луз друзья мои как в него играют я без понятия но факт остается факт бильярдный стол без луз так ребят на этом наш обзор закончился обязательно напишите комментарий что бы вы хотели чтобы мы больше показали может мы чего-то не показали и не заметили и если вы отдыхали в этой гостинице обязательно напишите комментарий и ваши впечатления от отдыха потому что это будет крайне полезно для всех тех кто решится здесь останавливаться не забывайте поставить лайк этому видео подписаться и нажать колокольчик чтобы не пропустить наши новые выпуски всем пока